Итак, относительно процедуры импортирования. То есть, когда мы с вами импортируем из программы Headus UV layout в 3ds Max, очень часто, сейчас вы в этом убедились, бывают конфликты имен. Особенно, когда мы экспортируем наборы файлов, а не один сплошной файл, который программа может назвать, вы видели, когда мы тогда вот с грибом делали, да, и бананом. У нас была одна геометрия и одно было имя, там Headus OBG назывался как-то он файл. Проблем нет, то есть у него уникальное имя. А когда вот как сейчас у нас будет целая куча объектов, потому что это все отдельные детали, и нам в принципе их соединять в один файл смысла нет особого. Вот, то тогда мы, конечно, сталкиваемся с проблемой то, что при импортировании выскакивает конфликт имен, и нам приходится большое количество объектов, либо отменять там их переименовку. Ну, чаще всего соглашаться, чтобы программа дала им какие-то дефолтовые имена, имена по умолчанию, но отличные от тех, которые есть. Вот, и там нажимать 100 с чем-то с лишним раз бывает не совсем удобно. Поэтому, чтобы эту проблему решить, мы с вами можем сделать следующее. Мы можем с вами при, вначале, перед тем, как выполнять импортирование, переименовать наши текущие объекты. То есть я сейчас включил слои, оставил только лишь детали самолета. Все остальные, плейны, которые у нас показывают виды там сверху, снизу и так далее, отключил, чтобы они не переименовались у меня. То есть только лишь мои объекты видимые. Дальше я выделяю все объекты. Для этого Ctrl-A нажимаю «Выделить все». Ну, это помните в меню, где у нас тут Edit, либо в Tools у нас есть тут. Edit by India, Select All. Да, вот Ctrl-A. Команда, которая выделяет все объекты. Кстати, напомню, она работает с фильтрами. То есть вот тут какой фильтр стоит, там выделять все, геометрию, лампы, камеры. То есть только вот то, что тут в списке стоит, будет при этой команде выделяться. То есть если я поставлю камеры, нажму Ctrl-A, у меня ничего не выделится, потому что камер в сцене нет. Поэтому проверяйте этот момент. Вот, сейчас у меня стоит показ всего абсолютно. Ctrl-A выделил мне всю геометрию. Вот она у меня выделена. Вот по статистике, ну у меня тут их меньше, 41 объект получился выделен. Теперь я могу вызвать саму команду, которая занимается переименованием. В меню Tools команда Rename Objects. Tools Rename Objects. Команда, которая выполняет процедуру переименования объектов. Так, вот я, соответственно, ее активирую. Вот она открывается, ее окошечко. Значит, система у нее такая. Вверху два варианта, как она будет работать. Режим Selected будет переименовывать все выделенные объекты. Именно поэтому мы их все выделили, потому что именно этим режимом мы будем пользоваться. Если поставить режим Pick, указать, то откроется окошко выбора объектов по имени, где мы можем выбрать объекты. Но в нашем случае, в принципе, смысла в этом нету, потому как мы их уже все выделили. Поэтому именно режим Selected для нас будет интересен. Режим Based Name задает базовое имя этих объектов. То есть это основное имя, которое будет у этих объектов. Имена, в принципе, у них будут все одинаковые, ну с точки зрения основного типа имени. Отличаться они будут индексированием, могут отличаться префиксом, либо суффиксом. Вот это те вещи, которые могут быть отличными у них. Боец. Доброее. Привет. Меня верят, я даже как-то картон не выключал. Зашелся. Вот, значит, то есть вот это вот базовое имя даст нам возможность определить основное имя для всех объектов, которые будут переименовываться. Значит, поэтому тут мы можем что-нибудь написать, то, что у нас явно не фигурирует с теми деталями, которые импортироваться будут. Да, например, там Play написать, самолет, допустим. То есть там точно у нас такого нету, потому что мы, в принципе, имена еще не давали, все оставляли по умолчанию. Теперь у нас есть возможности два, вернее, три варианта использовать при переименовании. Значит, первое, это режим префикса, то есть префикс это то, что у нас будет до имени использоваться, если это нужно. Вот, но в нашем случае мы не будем его использовать. Есть режим суффикс, это, соответственно, параметр, который будет после имени прописываться, опять-таки, тоже какой-то там отличительный момент. Но тоже он нам особо не интересен. Мы здесь воспользуемся параметром numbered. То есть они будут нумерованы, они отличаться будут тем, что они будут нумерованы. То есть каждому, каждой имени этой детали нашего самолета после фразы Plane допишется имя. Тем самым мы создадим уникальность каждому имени. Вот, чтобы они не липли вместе, я, допустим, очень часто люблю после имени там ставить какой-то, например, там символ, допустим, подчеркивание, который там их визуально разделит, чтобы эти номера не липли к имени объекта. Base Number это номер, с которого начнется отсчет. Можно оставить ноль, тогда первая деталь будет иметь имя Plane 00, дальше Plane 00, 01, 02 и так далее. Но мы поставим единичку, то есть будет имя там первое у нас, допустим, 01, 02 и тому подобное и так далее. То есть с единички начнется отсчет, а Steps это шаг, да, с которым будут именоваться. То есть если ставить единичку, имена будут там 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Если поставить вот это, то 1, 3, там 5 и так далее. Поэтому в данном случае оставим так. И дальше нажимаем Rename, переименовать. В зависимости от того, сколько много объектов было выделено, эта процедура займет там больше либо меньше времени. В моем случае там она в секунду сработала и все. Окошко при этом не закрывается, то есть если нужно, мы его можем закрыть. Нет, мы можем дальше там выполнять переименование других типов объектов, если хотим. Ну в нашем случае все сработало. Вот, теперь стоит нам вызвать окошко выбора объектов по имени, мы увидим, что наши имена отображаются вот таким вот образом. Play01, Play02, Play03 и так далее, и так далее. То есть все детальки имеют вот такое вот именование. То есть тем самым мы создали с вами в нашей текущей сцене набор уникальных имен этих объектов. Теперь при импортировании вашего файла он уже не будет ругаться, он не будет сопоставлять. У меня тут, конечно, есть какая-то еще штукенция. Ну вот фонд сайт это понятно. Наверное, вот что за сфера, что за цилиндр. Непонятные объекты. Они, наверное, на каком-то спрятанном слое у меня находятся, по всей видимости. Так, я сделаю Unhide All. Когда у нас слои используются и спрятаны слои, при команде Unhide вы часто можете увидеть вот такое окошко, в котором он спрашивает о том, хотим ли мы показать даже те объекты, которые находятся на спрятанных слоях. Если мы хотим это сделать, мы нажимаем Да. Если не хотим, в данном случае я не хочу, потому что я... Я потому что этот, мои детали... А, кстати, потому что как бы мне не надо отображать эти вещи. Вот у меня TMP. Вот это, кажется, та штука, тот слог, где находятся точно, где находятся вот эти вот детали. Поэтому вот они у меня и не переименовались. Ну, они в данном случае мне не нужны, в принципе. Вот. В вашем случае вы будете и переименовать и одни части, и вторые, все, что, в принципе, есть у вас на слоях, чтобы все они имели имена. Единственное, что, когда вы будете именовать, например, деталям одного слоя давайте одно базовое имя, вторым вы можете дать второе базовое имя, но чтобы они не совпали. Потому что если вы назовете и то, и то plane, и индексация будет и у того с единички, и у того, то, в принципе, это будут те же самые наборы одинаковых имен. Поэтому либо базовое имя там давать уникальное, чтобы оно отличалось при именовании слоя других слоев, деталей других слоев. Вот. И тогда, как бы, проблем особых не будет. Вот. Теперь, когда у нас у них список уникальных имен идет, вот, мы с вами можем смело импортировать наши детальки. Насчет импортирования, ну, я сейчас вернусь к той тестовой сцене, которую я тут делал. Она, в принципе, у меня была сделана для того, чтобы... Сейчас я хочу в этой программке Moodbox проверить, как он там будет с оверлапингом UV-координат работать, то есть тем, что они там у нас пересекаются. Так, значит, ну, допустим, я еще раз делаю. Это процедуру импортирования, хотя сохранять не буду. Это то, что будете делать вы. Я вот мой файл, который у меня по умолчанию находился в папочке Export, так как Hedos.uv.layout по умолчанию предлагает вам сохранить файл в ту же папку, где он импортировал объект. Я его потом отсюда просто вырезал и перенес в папочку Import, для того, чтобы при импортировании... Помните, у нас папка проекта установлена, и он в папочке Import будет искать объект. Вот я его выделяю, нажимаю «Открыть». Окошко импортирования обратно в файл. Значит, тут что, какие моменты нам важны и нужны. Обязательно должен стоять параметр текстурные координаты, иначе, в принципе, вся наша работа, которую мы делали, слетит. Вот, потому что именно текстурные координаты, это UV-координаты, которые загрузятся вместе с файлом. Поэтому он должен обязательно быть параметром установлен. Группу сглаживания можно тоже оставлять, такие, какие они были, так они и передаются. Вот, дальше. Вот здесь, наверху, базовые параметры. Значит, Reset сцена нам не нужен. Вообще, этот параметр сбрасывает масштаб сцены. Но в нашем случае у нас уже все задано, поэтому делать этого не нужно. Этот параметр бывает удобен, когда вы в чистую сцену импортируете объект. Тогда можно ставить эти вещи. Import as Single Mesh. Импортировать как один сплошной мэш. Если мы это поставим, то все наши кусочки симпортируются как одна сетка. Нам это делать, в принципе, не нужно, потому что эти детали у нас разные, и нам нужно будет их отдельно потом прорабатывать. Поэтому в нашем случае он не актуален. Import as Editable Poly позволяет вам при импортировании этих объектов видеть его как Editable Poly в стеке модификаторов, а не Editable Mesh, которым он по умолчанию является. То есть мы с Mesh не разбирались, посему нам будет удобен Poly-режим. Поэтому нам удобнее сразу это ставить. Если нет, то потом вы сможете его отконвертировать. В принципе, проблем нет на самом деле. Ну и треангуляцию, в принципе, стоит по умолчанию. Можно оставить. Он там будет использовать внутренние алгоритмы для того, чтобы определить, как четырехугольные полигоны будут делиться на треугольные. Но это не влияет на нашу модель. Вот. Поэтому, в принципе, он нам не так актуален. Внизу материалы можно отключить, импорт материал, потому что мы не импортировали материалы. Hedus их не импортирует, поэтому, в принципе, для нас этот параметр бесполезный. Вот. Ну, в принципе, вот и все на самом деле. Поэтому дальше, нажав импорт, произойдет загрузка. Мы, как правило, увидим наш объект в том месте, где он должен располагаться. Именно, видите, поле объект, а не меш, каким он бывает обычно. Вот. Из-за того, что мы там переименовали объекты, конфликтов никаких не будет. То есть файлы загрузятся нормально, вот, и все будет в порядке. Поэтому на отдельный слой вы, соответственно, загружаете этот объект. Единственное, что его нужно переносить все равно на новые слои, потому что, когда он у нас загружается, он все равно загружается на дефолтовый слой объект. Поэтому потом его нужно там на отдельный слой все равно закинуть. Вот. Ну, я этот объект удалю. У меня вот этот слой уже был сделан. Где у меня мой объект? А? Активный загружает сейчас? Да. Раньше, кстати, грузил все равно на нулевой, вне зависимости от того, какой стоял там активный. Ну, хорошо, видите, как видно, отличие, наверное, 11-й версии. Вот. И дальше, соответственно, вот половинка вашего объекта есть, тех деталей, которые мы делали. Дальше вот мы сейчас будем ее прорабатывать. Вот сейчас, как перейдем дальше, я сейчас хочу экспортировать в мудбокс, потому что у меня там терзают сомнения относительно вот этой вот симметрии, как она будет. Поэтому сейчас я это протестирую. Дальше мы определимся с тем направлением, в котором мы будем работать. Хорошо. Тогда пока делаем остановочку.